всем привет и добро пожаловать на мой канал меня зовут наталья сегодня будет видео с уборкой и расхламлением в детской комнате будем наводить порядок в игрушках если вы давно как и я не наводили порядок в детских игрушках очень надеюсь вас на это смотивировать я позвала девчонок мы с ними сели я взяла пакет в руки и говорю им давайте в общем перебирать игрушки те которые вы не играете игрушки вы будете бросать мне в пакет я буду потом все это выбрасывать то есть я сразу и предупредила что именно в пакет мы складываем те вещи которые идут на выброс то есть какие-то сломанные куклы какой-то пластик непонятный мелочевка еще что-то да такое вот бывает которые но ту же вообще совсем не актуально такие вот как бы игрушка была но если какой-то части не хватает например матрешка если у нее низ есть а верхом матрешки нет то в принципе это уже как бы не игрушка и ну как я играть правильно ее не починить ничего с ней не сделать в общем вот такие вот игрушки которые когда-то были игрушками мы в общем эти игрушки выбрасывали но и до этого мы еще делали очень много таких вот расхламлений и очень многое мы отвезли на дачу отвезли в гараж что потом в гараже тоже с гаража можно это будет взять и отвезти на дачу или же может быть они опять вспомнят эти игрушки заново да как новые и начнут ими играть мы разобрали практически все игрушки игрушки у нас еще есть на балконе но так как там сейчас холодно и там принципе очень мало мы разберем их по весне когда уже на балконе станет тепло мы их все оттуда вытащим помоем разобрали мы игрушки и выкинули мы целых два пакета таких небольших средних пакета всякой мелочевки вот после того как мы расхламили комнату детскую игрушки все разобрали я начинаю уборку близ расположенных комнатах у меня маленькая прихожка я мою там полы с помощью своего пылесоса томас это моющий пылесос я могу им и пропылесосить сразу же одной насадкой также у меня есть там подача воды получается и я могу сразу помыть пол и потереть щеточкой в общем мне очень нравится этот пылесос и я довольна этим приобретением конечно же хорошим приобретением было бы сушильная машина и не нужно было бы думать вообще об этой пыли потому что в принципе дома это пыль как раз таки от вот этой вот одежды она и распространяется по всей квартире везде летает и вызывает в общем-то в общем-то у большинства людей аллергическую реакцию после того как я помыла и убралась в прихожей и разобрали мы игрушки я начинаю у детей менять постель конечно же приучаю их к тому чтобы они сами учились застилать свою постель менять наволочки на подушках но пододеяльники конечно же я сейчас одеваю сама потому что все-таки одеяло огромные пододеяльники огромные и маленьким ручкам просто неудобно самим это самим справляться с этим поэтому я им помогаю постельное белье я меняю где-то раз или два раза в неделю наволочки конечно же нужно менять почаще так как мы все-таки потеем и наволочки все равно быстрее как-то пачкаются до чем допустим пододеяльник или ну в общем неважно я просто думаю то что от наволочек большинство девушек и есть вот эти вот угри прыщей там на лице да потому что мы все-таки потеем как-то ложимся на эту подушку постоянно волосы да если допустим не каждый же день мы волосы моем а ходим и на улице постоянно и на волосах у нас находится какая-то пыль все это идет на подушку поэтому обязательно нужно подушку как-то менять не подушку вернее а саму наволочку менять через день или каждый день вообще новую чистенькую наволочку стелить я думаю даже лицо от этого как-то чище будет также как и полотенце мы же каждый день меняем в ванной да и полотенце желательно все советуют чтобы было для лица как бы отдельно для рук отдельно для тела отдельно также я тут думаю с наволочками то же самое как вы думаете тоже вот напишите в комментариях насколько часто вы меняете постель и наволочки отдельно меняете ли вы или вы сразу же весь комплект постельного белья меняете с какой периодичностью вы все это делаете перехожу плавненько в саму комнату детскую полисошу коврик коврик кстати мы специально покупали такой легенький чтобы можно было его и при случае чего постирать или же просто я могла бы свернуть его рулетиком и вынести на улицу в снег да там как-то побить оббить я знаю то что при солнечных лучах если сильное солнышко или же сильном морозе убиваются вот эти вот всякие пылевые клещи поэтому наверное пока что у нас есть еще снег нужно все-таки обязательно выйти на улицу с ковриком немножко его там побить об снег в общем повыбивать с него пыль всю чтобы он полежал поморозился немножечко там чтобы все вот эти вот пылевые клещи убежали в общем чтобы их там не было подписывайтесь на канал и мы вместе с вами будем освобождать дом или квартиру от ненужных вещей научимся вместе с вами организовывать пространство мотивироваться на ежедневную уборку мотивация на уборку создана для того чтобы уборка была легкой и приносила нам удовольствие а вещи которые мы оставили приносили нам радость и использовались каждый день вместе мы сила которая сделает идеальный наш дом или квартиру поэтому обязательно подписывайтесь на канал жмите на колокольчик ставьте обязательно пальчики вверх и пишите свои комментарии и